Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Галиной Ананьиной, председателем правления Женского Патриотического Общества, президентом фонда Патриарха Гермогена. Добрый день, Галина Васильевна. Да, добрый день. В прошлой программе вы очень подробно рассказали о том значении событий столетней давности, которые мы вспоминали эти несколько лет. И в 2017 году, и в 2018 году. Но складывается такое впечатление, что на государственном уровне этим событиям не было дано такое должное внимание. Ни в средствах массовой информации, ни в мероприятиях общественных, которые проводились. Насколько эта оценка соответствует действительности, и почему мы не так хотим вспоминать те трагические события, которые произошли в нашей истории. Ну, я думаю, что ваш вопрос законный. Вспоминать всегда о трагических событиях очень тяжело. И в отличие, скажем, от государства, в отличие от государства, все-таки русская православная церковь вспоминала. Вспоминала прежде всего молитвенно. Молитвенно вспоминала. И если говорить о... Опять же, вспоминала не только 17-18, и последующий, вспоминала 37-й год и так далее. Только какое количество икон было написано. Икон, молебнов, которые проведены были на местах. И я даже присутствовала на территории музея Андрея Рублева, где в свое время был концлагерь. Один из первых концлагерь здесь, на территории Москвы, когда мы ставили закладной камень скульптора Щербакова именно на месте, где был концлагерь. То есть вот церковь как раз и церковь, миряне, священники. Не вспоминать это, наверное, просто невозможно. Что касается государства, я с вами согласна, что как-то эти события, и даже столетия революционных событий, я уже в прошлой программе об этом говорила, мне казалось, что будет более такое обсуждение, потому что на самом деле как бы выводы-то напрашиваются на сегодняшний день. Ну, видимо, сочли, возможно, более умеренно, что ли, к этому подойти. Но я хотела бы сказать, что все-таки вот наше время нам дано еще, и мы об этом и в той программе говорили, время на исправление этих ошибок. Да, вот на исправление этих ошибок. И я хочу сказать, что в 2018 году, фактически мы уже говорили о сносе креста Сергея Александровича. Это был первый монумент или первый памятник, который был снесен по ленинскому плану, так называемому ленинскому плану монументальной пропаганды, который был принят в 1918 году. И первым пунктом как раз был снос памятников в честь царей, царей, их приспешников. Это было первым и только вторым тогда увековечения как бы уже тех революционных героев. И вот первыми памятниками, которые были снесены в 1918 году, это как раз был крест Сергея Александровича, это был памятник императору Александру Второму на территории московского Кремля, это был романовский обелиск, но с него были сбиты все имена императоров и были выбиты новые уже в честь революционных событий, революционеры. Но самое главное было уничтожено, был уничтожен двуглавый орел. Притом его раскрыли тогда литовские стрелки, и когда уже мы проводили, скажем, реставрацию, то, когда снимали первый камень, то было понятно, вообще он просто был весь разрушенный, и он, к сожалению, был в таком аварийном состоянии. Также был уничтожен памятник Скобелеву, казалось бы, да, но белый боевой генерал, памятник императору Александру Третьему. Я только набираю Москву, и какое количество тогда было уничтожено памятников. Хочу сказать, что за каждым памятником, вот те, которые я назвала, это были уж романовские обелиски, это вообще все эпохи, да, все эпохи, и была история России. История России, памятник Александру Второму на территории Кремля, это не только был памятник императору Александру Второму, потому что это можно считать вот таким неким музеем, а еще можно считать каким-то прообразом памятника Тысячелетия России, потому что там по периметру шли все гербы Российской империи, и были в мозаике выполнены все, все Рюриковичи и Романовы, то есть все руководители, назовем их так, нашего государства. Совершенно потрясающие мозаики. Я знаю, что было письмо тогда Ленину от художников о том, чтобы, так сказать, хотя бы вот это было сохранено. То есть за императором шла Россия, уничтожили не только памятник императору Александру Третьему, а уничтожали фактически историю России. Что касается памятника Александра Третьего у Храма Христа Спасителя, то тоже, если бы мы посмотрели с вами, вот что их объединяет, если бы мы посмотрели постамент, то на постаменте, его редко изображаю, на постаменте тоже все гербы Российской империи, всех губерний, которые входили. А на первом основании постамента Романовского обелиска большой герб Российской империи, там тоже все гербы. То есть вот за каждым образом шла Россия. Вот вся шла история этой России. И было понятно, что в то время, когда ставились эти памятники, они не ставились только император, Александр Второй, Александр Третий и так далее. Они ставились очень промыслительно, скажем. Это люди, которые и олицетворили вот эту Россию. И вот это вот трагическое событие, оно как раз столетие, которое отмечается в этом году. Но мы с вами уже говорили, сейчас хочу сказать о том, что именно в наше время мы говорили о памятнике Гермогене Романовскому Александру Первому. Вот я хочу сказать, что говоря о памятнике Минину и Пожарскому, 200 лет тоже, которым отмечалось в этом году, в любой Википедии, в любой исторической справке будет имя императора Александра Первого. Потому что благодаря, собственно, ему этот памятник и деньги он дал, и утверждал, и эскизы утверждал, и именно его велением этот памятник поставлен на Красной площади, и он же его и открывал. И вот то, что произошло в наше время, то, что вот здесь стоит три памятника, при том памятник Александру Первому открывал Владимир Владимирович Путин, и, собственно говоря, то, что три памятника стоит, это тоже его заслуга. Сегодня возрожден крест Сергия Александровича. Также на торжественной церемонии присутствовал президент Владимир Владимирович Путин вместе с Патриархом Московской Сея Руси и Кириллом освящалось. И да, сегодня возрожден. В 2006 году у Храма Христа Спасителя стоит памятник императору Александру Второму. Не было тогда возможности поставить его на территории Кремля, но он стоит. Восстановлены памятники и Александру Третьему, правда, не на тех местах, но мы знаем, в Новосибирске и в Крыму памятник недавно открыт. Я думаю, что вот это и Скобелеву. И Скобелеву, правда, там, где хотелось бы, невозможно. Там стоит давно другой памятник. Он стоит на территории у Генштаба, но сам факт, что памятник генералу Скобелеву тоже восстановлен. Я думаю, что это нашему времени. Очень много часто говорим о негативе. Да, ну, просто каждый день. Каждый день из телевидения и так далее. А вот о позитиве в меньшей степени. Так вот, то, о чем я говорю, это огромный позитив нашего времени. Это восстановление исторической памяти. Да, наверное, сложно, тяжело. Кому-то это, может быть, и не очень нравится. Но это наша история. Потому что за это история разных эпох и поколений. Сегодня Александровский сад, по сути, мы можем называть мемориальным садом. То количество сегодня детей, людей, туристов, которые увеличились с постановкой этих памятников, никто практически туда, в дальний сад и не ходил. Сегодня к Александру Первому идут, идут, смотрят, изучают вот на как бы стеле вот эти события. И он фактически Александровский сад увековечил события 1612 года, 1812 года, 1913 года восстановления государственности России и 1941-1945 годов. По сути, вот в этом сад стал исторически мемориальным. И вот по нему просто можно изучать историю нашего государства. Вы не только устанавливаете и восстанавливаете памятники, но и выступаете с инициативами новых монументов. Я прочитал, что в Кронштадте вы установили огромный монумент, он называется «Триумф российского флота». Почему именно этот сюжет и почему именно Кронштадт? Ну, Кронштадт, понятно, потому что это город морской славы. Я хочу сказать, что здесь инициатива была женского патриотического общества в соавторстве, естественно, народных художников, прежде всего, Василия Нестеренко и Салавата Щербакова. Такая бригада работала. Сделано мозаичный, мозаичный знак, огромнейший такой знак, как бы обрамленный в такую, в бронзу, или вот в триумфальные, как бы, ворота такие. Ожившая картина Василия Нестеренко, «Триумф российского флота», которая в своё время была и посвящена, она посвящена первому морскому параду, который принимал император Пётр I. А вот в этом году как раз юбилейная дата, 325 лет этому морскому параду. И если кто помнит, то на картине есть и Екатерина I, императрица Екатерина I, как раз в честь которой создан орден святой Екатерины, которая раньше называлась как орден освобождения, который предназначался только ей, Пётр I только ей. Но мы видим, что история повернулась по-другому, и он стал в наградной системе. И хочу сказать, что я сейчас работаю над книгой, новой книгой России навсегда. И образ, национальный образ российского государства, это была женская лирическая фигура, то есть в идеологии Российской империи был император женат на России. Так вот, даже в образе, скажем, морского флота везде идёт в аллегории женский образ. Женский образ. И вот это, наверное, послужило вот этой инициативой. И я хочу сказать, что был поставлен фактически за день перед тем парадом, который проходил в Санкт-Петербурге, торжественно открыт. И вот что такое, как бы такие вот феномены, я имею право об этом говорить, потому что, когда наблюдаешь даже около памятника Патриарха Гермогена, особенно туристы или приезжие, говорят, а сколько он уже здесь вот столетий стоит. То есть вот абсолютно непонимание того, что это этого времени, это невозможно понять. Так вот, триумф российского флота, когда мы после открытия уже вечером туда подошли, мы уже видели, как, ну, во-первых, любимое селфи, это понятно, да, как вот люди уже фотографируются, как сами кронштадтцы это восприняли. И сегодня, когда приезжая туда, уже такое дополнение к морскому собору, вот такое историческое дополнение, и очень много приезжают, и свадьбы туда, и не один. То есть это вот, ну, как бы усилило, что ли, значимость, визуализацию вообще кронштадта. Вы, наверное, главный специалист в России по монументам и памятникам. Нет, я бы не сказала, что главный, потому что у меня давняя любовь к этому. У меня просто диссертация по истории художественной интеллигенции, и есть глава, посвященная как раз монументальному искусству. Поэтому у меня это уже, как бы, такая любовь давно. Но я не думала, что она у меня, как бы, чисто из научного перейдет в практическое такое русло. Все-таки опять вы возвращаетесь к научной стороне вопроса и готовите книгу «Святой равноапостольный князь Владимир» в монументальном искусстве. Вы знаете, она фактически была готова, но вот это «но», оно есть всегда, да, оно есть всегда, потому что она написана, она писалась на очень хороших эмоциях, на серьезных хороших эмоциях, когда шла, ну, скажем, борьба, я не преувеличиваю, борьба вообще за то, что нужен ли памятник в Москве, нужен ли памятник в Москве. И пытались доказать, что, ну, в Москве он не был, да, зачем он вообще здесь есть, Киев и так далее. И вот тогда я занялась этим исследованием, и оказалось, что такое количество до монумента Москвы было открыто вообще по миру, в том числе даже в Лондоне, да, по миру, какое количество памятников Святому Владимирову и какое сейчас открыто после того, как был открыт в Москве. И картина совершенно, как бы, она несколько стала другой, что в Москве просто не могло не быть этого памятника, абсолютно не могло не быть. Кстати, на воротах, на Троицких воротах, а это не так далеко от памятника Владимира, в свое время была икона Святого Владимира. Была икона Святого Владимира, изображение ее есть, но, к сожалению, вот она не восстановлена, поэтому одно из, один из тех сакральных, скажем, въездов или туда, куда входили в Кремль, да, освещала икона Святого Владимира. И, ну, к сожалению, финансы просто не позволили, не нашлось, если вот книгу, благодаря, была издана фонду Святой Екатерины, которая находится в Екатеринбурге. И я очень рада, да, что именно Екатеринбург смог помочь в финансировании этой книги, дабы трепетное отношение и к царской семье, и почитание в Ганиной яме, то вот здесь, как бы, не нашлось. Но я думаю, что, может быть, это еще впереди. Не могу далеко уйти от темы художественного творчества. Меня очень заинтересовала ваша инициатива уже, может быть, из совсем другой сферы. Вы выступили куратором выставки художника-акварелиста Артура Фанвизина. Я, благодаря вам, его открыл, его творчество. Если можно немножко рассказать, как вы столкнулись с творчеством этого замечательного художника и почему стали куратором его выставки? Да, это, конечно, как бы и для меня особо было неожиданно, да, особо неожиданно, когда открывалась выставка в присутствии как раз у Раба Константиновича Церетель, я об этом и говорила. И опять о своей диссертации. Я очень рада, что некоторые как бы не любят свою диссертацию. Иногда любишь, не любишь, да, иногда, ой, вот так в сторону, да, неужели это ты написал, да? Но, тем не менее, я писала диссертацию, когда преподавала в Стогановке спецкурс по истории, истории художественной интеллигенции. И художественная интеллигенция в трёх революциях. И последняя, конечно, революция 1917 года, и переход этой творческой интеллигенции на сторону большевиков. Так вот, Артур Фанвизин один из тех, один из тех, кто переходил тогда на сторону большевиков. И вот это как-то фамилия и его творчество. И, естественно, не так как бы много было то, что запоминается. Как бы я не только занимаюсь вот и православными проектами, скажем, уже и долгое время, как бы светской жизни, назовём так. Я создавала фонд гильзи ювелиров России, а сейчас всё-таки за собой оставила фонд развития ювелирного искусства. Фонд развития ювелирного искусства. И когда ко мне, как бы с этой выставкой обратились, и ещё раз себе напомню в биографии этого необыкновенного художника, он не только великолепнейший акварелист, который писал акварели по мокрому, одно дело, когда вы пишете цветы. Одно дело, когда вы пишете цветы, цветок может всяко там растеть, но у него очень много портретов. Так вот, эта выставка была необычайной, она была из частных коллекций и часть портретов, они вообще впервые. Впервые представляли здесь, впервые портрет Моцарта на вот такой акварели написан. И по Веласкесу была написана инфанта. Это, ну, вот запредельно. И в его биографии, в его воспоминаниях он всю жизнь благотворил Веласкеса. Он для него был богом. И вот на этом небольшом портрете у инфанта на платьице есть портрет Веласкеса. Если присмается, он есть. Я уговорила своих ювелиров, ювелирную фирму аргентов, они к этому событию сделали портрет Веласкеса на Инталии. Совершенно потрясающий портрет. И посвятили его и Артуру Фанвизину, и Веласкесу в 420 лет в следующем году будет отмечаться. То есть вот здесь для меня, абсолютно и для меня открытие Артура Фанвизина несколько другого. Другое вот это, когда художник всю жизнь благотворит другого художника, посвящая ему портрет. Уж сколько инфанта написано. И вдруг инфанта написана Артуром Фанвизиным. То есть он в душе это все. И судьба у него... Он родился аутистом, и до 7 лет мальчик болел и был аутистом. Вот такая судьба. И переборов, смог перебороть свою болезнь, когда в цирке он увидел наездниц. Тогда еще в Петербурге. Поэтому огромное количество творчества наездницы на коне. Кто не знает вот этого, да, почему, так вот это по этому, да. Что и человек... Это огромный пример для детей, да, сегодняшних детей аутистов. Для родителей огромный пример. Что был такой художник, величайший акварелист своего времени, который, родившись еще раз, да, ну, ничего в этом страшного нет, что я даже повторяю, аутистов переборел творчеством, да, вот этим творчеством, что это абсолютно не просто приговор, да, а еще и можно позавидовать, что можно стать таким великим художником, великим акварелистом, который, как некоторые искусствоведы говорят, что опередившим время на столетие. Время на столетие. Поэтому, как бы, вот таким одним из кураторов, назовем все-таки одним из кураторов этой выставки, в части, вот как раз, инфанты и инталии, ну, у меня просто вот такое, вот какое-то теплое от того времени воспоминание, теплое от этой выставки и тепло от вот этого примера. Возвращаясь к основной теме нашей беседы о трагическим событиях, столетия которых мы отмечали, вспоминали в 2017-2018 годах, давайте еще раз скажем, вспомним, подумаем, проанализируем, какие выводы мы все, все наше общество должно извлечь из тех событий столетней давности, чтобы ничего подобного не повторилось сейчас. Ну, нам более близкое, конечно, вот это столетие, и мы уже с вами несколько раз говорили о том, что все равно вот эту рубашку примеряем на сегодня. Не можем ее не примерять, и каждый из нас абсолютно как бы думает, вот изменив ситуацию, как бы с Николаем Романовым, она могла бы быть по-другому, да, абсолютно могла бы быть, как бы идти по-другому. Я думаю, что вы представляете, когда вот эмигрантская среда, те, кто не удержал временное правительство, да, тем казалось, что вот они победили, и вообще все, да, у России у их ног абсолютная сверху царя, вот все здесь будет. И кто-то был расстрелян, кто-то доживал в эмиграции, и кого-то мы вспоминаем, так сказать, на тех заубежных кладбищах. Никто себе представить не мог, что вот она пойдет по этому пути. Я думаю, что сегодня мы вспоминаем и Советский Союз, абсолютно вспоминаем. Вот сегодня вспоминаем, что, может быть, что-то надо было менять. Может быть, в свое время надо было послушать Алексея Николаевича Косыгина, который тогда, в те уже далекие годы, предлагал некую новую экономическую модель. И предложив, согласившись с этой новой экономической моделью, с частичным разрешением тогда, скажем, предпринимательства, когда слово было не только вообще, по-моему, под запретом каким-то, смотришь, и что-то могло пойти по-другому. Смотришь, что-то могло бы пойти по-другому. Мне кажется, что сейчас, вот сейчас, в обострении международном оно есть, да, в ситуации с русской православной церковью и с тем, что происходит на Украине, с, собственно говоря, с Вселенским, под Петхатом, мне кажется, вот что дальше, каждый шаг, вот каждый, не просто шаги, не просто там, вот они должны быть так четко переосмыслены, так четко должны быть сформулированы, так четко должны быть проанализированы. То есть мы не имеем права сегодня ни руководства русской православной церкви, ни руководства государства нашего пойти по какому-то неправильному пути. Я думаю, что вот здесь у нас запас-то не очень такой большой, запас не очень большой, поэтому и Владимир Владимирович порой часто говорит, надо договариваться, да. Вот мне кажется, что сейчас надо уметь договариваться, договариваться со всеми, да, со всеми, особенно внутри страны. Потому что каждый из тех, кто даже считает себя оппозиционером, все равно говорят о том, что они любят Россию, что они хотят здесь жить, надо сделать все, чтобы все мы, кто любит Россию, кто считает себя патриотом, кто считает себя государственником, вот все были вместе. Спасибо огромное за этот разговор, спасибо за вашу деятельность. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет, Разбуженный пасхальным перезвоном, И слезы вдруг, как ручейки по склону, И тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет. Субтитры создавал DimaTorzok